Сегодня я хочу это подвести итоги очень большой, серьезной и системной работы. Идея самого маршрута возникла более пяти лет назад. И вот методично, системно мы эту идею начали внедрять в жизнь. Что еще раз это подчеркивает о том, что те серьезные, амбициозные задачи, которые мы перед собой ставим, в итоге мы их реализуем. За эти пять лет, что было сделано? Начали мы с создания самого маршрута, то есть мы занимались это логистикой, высчитывали пассажиропоток, занимались организационной частью. В итоге, сделав инвентаризацию, скажем так, это путевого хозяйства, мы понимали, какие у нас самые узкие, самые тонкие моменты. В первую очередь были выполнены эти работы, полностью был выполнен этот капитальный ремонт, этот терраспольский площадь. И самой развязки на нем. Я думаю, все это могут вспомнить, в каком состоянии там были эти рельсы, и в каком состоянии они находятся сейчас. Это очень важный узел в рамках этого маршрута, и с него мы начали. Вторым этапом мы выполнили ремонт путевого хозяйства и попутно, конечно, организацию, развязку на Старосиной площади. Также, помимо этого, очень важный момент и, наверное, решающий момент в организации этого маршрута, это было соединение пути на улицах это Черноморского казачества и спуск это Маринеска, так как там полноценного соединения трамвайного пути не было. Это был построен новый участок пути, новая развязка. Мы все это пережили, эти заторы, в которых стоял в Суворовске этот район, и мы тогда рассказывали и говорили о том, насколько это важно. Насколько это важно, мы все сейчас сможем в этом убедиться. Также выполнены ремонты, капитальный ремонт, это пути на спуске Маринеска, на Преображенской, на Софиевской, на Вощипной ряд. То есть все это, все эти работы, они выполнялись в рамках маршрута Север-Юг. Ну и, конечно же, все эти участки трамвайного пути, в том числе, за собой, но повлекли и инфраструктурные изменения, и наш город стал намного лучше, потому что все те участки, о которым я сейчас это сказал, действительно могут стать и уже стали где-то визитной карточкой нашего города. Что же мы можем сейчас сделать? Сейчас уже мы запускаем полноценное сообщение между Суворовским районом и центром города. Это первый этап. То есть первый этап маршрута Север-Юг, седьмой маршрут, от улицы Полустовского до центра города, до ЖД вокзала. Потом, через несколько недель, максимум месяц, изучив эту логистику, доработав, скажем так, расписание интервал и этанографики, потому что маршрут действительно очень большой, и запускать его надо поэтапно. Потом вторым этапом мы уже запустим полноценное сообщение между Суворовским и Киевским районом от Полустовского до 11-й станции Черноморской дороги. Почему делим мы это на два этапа? Потому что все равно это район железнодорожного вокзала, рынка привоз, новощепного ряда, он остается самым сложным в этом маршруте, так как там по-прежнему еще паркуют машины в неустановленных местах, по-прежнему там это работают наши инспектора, дабы научить жителей и гостей города не оставлять автомобили в неустановленных местах. И мы, запустив первый этап маршрута, это поймем, какое это количество вагонов нам надо, какие задержки могут быть на этом маршруте, что нам надо доработать в организации дорожного движения. И после этого вторым этапом это, конечно же, запускаем, это полноценно маршрут Север-Юг с Полустовского до 11-й станции Черноморской дороги. Хотелось бы еще отметить, что это, конечно же, война внесла это коррективы в нашу работу, конечно же, вызваны задержки с войной, связанные и с боевыми действиями, которые сейчас ведутся в нашей стране. Возможно, и в дальнейшем будут нарушены наши какие-либо планы, либо внесены это корректировки, связанные с войной, так как мы должны делать это поправку на то, в каких условиях мы все сейчас живем. Но, тем не менее, мы надеемся, что в итоге этим летом маршрут уже в Одессе поедет. Все необходимое для этого технически мы уже сделали. В дальнейшем, да, будут еще вестись работы по замене трамвайного полотна в Суворовском это районе, есть участки, где необходимо заменить или выполнить текущий ремонт в Киевском это районе, но это все уже будет делаться без остановки на движение, и маршрут будет функционировать.